Девочка-пай 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 Девногорье Девногорье Девочка-пай 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 Девногорской костище Девногорской костище Впервые упоминание о Девногорье и красоте этих мест встречается в путевых заметках Пимена, московского митрополита, который в 1389 году направлялся по Дону в Константинополь. История Печерной Церкви Сицилийской иконы Божьей Матери своими корнями уходит вглубь веков. Строительство Церкви по преданию было начато греческими иноками, ксенофонтом и иософом, бежавшими из Сицилии от притеснений католиков. Но точной даты строительства назвать нельзя. Известно, Церковь стала лишь с 1831 года, когда на столбе, в котором она высечена, была обретена икона чудотворной Сицилийской Божьей Матери. В 1856-м храм передали в ведение Девногорского Успенского монастыря. Один раз в год на Успение сюда крестным ходом приходило монастырское братье для совершения богослужения. Осмотревший его в конце XIX века путешественник Марков отмечает, что он был расписан иконами прямо по сердцу скалы. 14 августа 1903-го этот храм был освящен в честь иконы Сицилийской Божьей Матери. Жемчужина храма икона Сицилийской Божьей Матери в середине XIX века была у очень популярного населения из-за вспыхнувшей в окрестных селах эпидемии холеры, которую по преданию остановила эта чудотворная икона. Пещеры в Больших Дивах продолжали действовать до 30-х годов 20-го лета. В годы советской власти, когда повсеместно велась борьба с религией, монахов разогнали, а храм подвергли разграблению. Долгие годы все находилось в запустении. Многие оставили свои автографы на податливых стенах вилового храма, что безусловно изуродовало его интерьер. Пережила церковь в Великую Отечественную войну и оккупацию. После альпинисты облюбовали диву для тренировок. Это не могло не сказаться отрицательным на состоянии мелового останца. Акт вандализма, совершенный молодыми людьми в 80-х годах прошлого века, разрушил центральный фасад. С организации музея-заповедника Дивногорья начались восстановительно-укрепительные работы, которые были закончены в середине 90-х годов прошлого века. 28 августа на Успение Божьей Матери спустя долгие годы храм заново осветил митрополит Воронежский и Липецкий Мефодий. И с тех пор по большим церковным праздникам здесь проходят службы. Если подняться выше, можно увидеть раскопки древнего поселения. Первое упоминание о городище было сделано в 1648 году в строительной книге города Каратика под названием «Маяцкое старинное городище». Название не зафиксировано в преданиях местного населения и его этимология неясна. Выдвигалось предположение, что оно связано с маяком на этом мысе для речных судов, которые шли по дону, но после обследования места остатков маяка найдено не было. Во второй половине 17 века на мысе был основан Успенский пещерный мужской монастырь, при строительстве которого была использована часть каменных блоков и стен городищей. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девны дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Еси. Эти незабвенные слова святого псалмопевца Давида невольно приходят на память верующему человеку, когда он по воле Божией оказывается на Костомаровской земле в Спасском женском монастыре. Расположенная в 180 километрах к югу от Воронежа, среди меловых гор земля эта, по свидетельству знающих людей, напоминает Палестину. И полупустынный пейзаж, и ярко-синие небо, и особые целебные травы. Точная дата основания обители неизвестна. Предположительно, первые пещерные храмы возникли не позднее 8-го и 10-го веков, и основателями их были греческие монахи, пришедшие на берега Дона из Византийской империи во времена иконоборческой ереси. До настоящего времени сохранился уникальный пещерный собор. Над его входом возвышаются величественные меловые дивы, напоминающие башни древних монастырей. Главный престол этого храма, освященный в честь святых великомучениц веры, надежды, любови и матери их Софьи, был построен значительно позже русскими подвижниками, вдохновленными древними пещеростроителями. Известно, что вход в храм был хорошо укреплен, о чем свидетельствуют следы от массивных двойных ворот. Имелся запасной выход и колодец. Очевидно, в свое время пещеры собора служили также укрытием от кочевников и других неприятелей, совершавших опустошительные набеги на эти земли до II-III XVII века. Далее на запад по склону расположен храм преподобного Серафима Саровского. Он был заложен в 1903 году, но завершить его строительство удалось только в наши дни. Кроме храмов, в Меловой горе расположено несколько небольших пещер, в которых подвязались монахи-затворники. Одна из них, наиболее протяженная, носит название «Пещера покаяния». По преданию, в ней священник принимал исповедь. После революции монастырь был закрыт. Пещерные храмы подверглись поруганию. Но в 1946 году для жителей сел Юдина и Костомарова по их многочисленным просьбам вновь открыли Спасский собор. Измученный военным лихолетием, народ находил в церковных службах утешение и поддержку. В Хрущевские годы храмах Костомаровской обители снова закрыли. Церковные строения подожгли. Икона, богослужебные книги, церковная утварь погибли в огне. Прошли годы. В начале 90-х промыслом Божьим пещерные храмы были переданы в Воронежские епархии. В воскресные и праздничные дни в них стали совершаться службы. А с 1997 года начал возрождаться Спасский женский монастырь. С разных уголков нашего Отечества сюда собрались сестры, желающие послужить Господу на нелегком пути иноческого жития. Восстанавливаются пещерные храмы. В 2002 году был построен и освящен Храм Божьей Матери взыскании погибших. Главной святыней монастыря стали икона Пресвятой Богородицы, написанная во второй половине XIX века художником Московской Академии Художеств Шокаревым, и икона Святое Семейство. Уже в наши дни они прославились как чудотворные. Многие люди, с верой приходящие к ним, получают благодатную помощь и исцеление. Субтитры создавал DimaTorzok На ближайшие 300 с небольшим километров Ольга сменила меня за рулем. Хоть дорога от Воронежа до Ростова и не самая лучшая, местами еще ведется строительство, а местами про возможность улучшения лучше и не спрашивать, супруге настолько понравилось, что обратно выпросить руль удалось только в городе. Уж очень хотелось побыстрее оказаться в уютном номере отеля Николаевский, где, кстати, ждали нас почти до полуночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Усталых путников примете? Конечно. Документы, да? Да, паспорта. Супер летает интернет. Просто прелесть. Ух ты, круто! Все, спать. До завтра. До завтра. Усталых путин. Усталых путин. Диана. Усталых путин. Продолжение следует...